За девять или девять месяцев занимает восьмое место. Без представлений человек, который открыл, плачет, первым открыл, плачет вольщиканцев, плачет вольщик организации. Давай посмешаем Герри Камера! Спасибо Сергею Донорову! Еще, еще! Донорова, еще! Казань! Добрый день! Добрый день России! Добрый день Казахстан! Добрый день ЛН! Скажите, кто из вас сюда приехал или пришел в этот зал для того, чтобы преуспеть? Скажите, кто из вас сюда пришел для того, чтобы преуспеть? Вместе с этой компанией, вместе с ИЛА, кто? Представляете, вы скажете, что одного желания недостаточно. Это должно быть сумасшедшее желание для того, чтобы вы смогли это сделать. Потому что каждый раз, каждый день вы хотите каких-то вещей. Но если вы хотите действительно чего-то достичь, это желание должно быть сумасшедшее. Это должна быть неоргитарность. Это должна быть... Вы должны быть одержимой этой идеей. Это все равно, что вы собрались куда-то под воду, очень глубокой. Вам не хватает кислорода. И вы хотите выбраться. Вот такое желание нужно для того, чтобы преуспевать вообще в жизни. Потому что здесь есть все возможности. Но каждый день мы принимаем совершенно разные решения. И каждый день мы... Каждый раз мы чего-то хотим. И мы расконцентрируемся. Мы теряем фокус. И вдруг мы забываем, что вчера мы хотели это сделать вместе с ИЛА. Кто из вас хочет преуспеть? Этого мало. Кто из вас хочет преуспеть? Это все вместе с ИЛА. Мы хотим сделать в России, не только. Это должно быть месивое желание. Это просто должна быть неординарность. А не отжимость. И к другому просто не стесняю. И сегодня больше я буду говорить, я буду говорить, в принципе, вами. Хотя мы целый день говорим об этом. И мы целый день говорим о том, как преуспеть в этом бизнесе с этими продуктами, с этими процентами, с этими партнерами, с этой стратегией, с этим обучением. Но я вам рассказал, как я это решу и то, что я чувствую. Я не могу переключать слайды, но у нас есть учительные сотрудники компании, которые нам помогают, даже в этом. А мы с вами интересуют. Евгений Альбусин, как и на тренировках. Евгений Альбусин, как и на тренировках. Итак, сейчас мы с вами поговорим о том, как стать олимпиастским чемпионом за 7 месяцев. Я вам сказал, что важно иметь желание. Огромное желание. Мы также поговорим с вами о том, Евгений, как получить больше от компании за 5 месяцев. Кто хочет стать олимпиастским чемпионом? Вы это не сюда, я больше выходили, можете выходить, а мы не будем играть. Кто хочет больше через 5 месяцев? Кстати, компания запустит специальную программу, если многие захотят. Кто хочет больше через 5 месяцев? Я! Кто вас не слышит? Кто хочет больше через 5 месяцев? Я! Это уже лучше. Кто хочет больше? Я! Значит, следующий человек. Кто хочет стать звездным президентом за 3 месяца? Я! Как вы не ставите? Давайте еще раз. Кто хочет стать звездным президентом за 3 месяца? Ставьте, кто хочет стать звездным президентом. Кто хочет стать звездным президентом за 3 месяца? Браво! А теперь я вам не скажу правду, а трогай в следующий сайт. Никак! Никак! Невозможно стать липийским чемпионом за 7 месяцев. Невозможно получить порт за 5. Невозможно стать звёздным президентом Центрии. Одного желания недостаточно, даже если оно огромное. Это 90% успеха. Но 10% — это ещё и какие-то другие вещи, которые будут работать на вас. Это ещё какие-то другие вещи, которые будут работать на вас. И важно делать это на протяжении какого-то времени. И сейчас мы с вами поговорим об этом. Но что вам рассказать сейчас? О том, как преуспеть было. Передать вам свою жизнь. В следующие несколько минут я прошу вас записывать абсолютно всё, о чём вы говорите. Потому что вы можете сделать то же самое, что и сделали от 13 президентов Германии. 50 человек, которые получили больше и так далее. И в России сделали более десятый раз больше. Нам уж и больше нужно, чтобы у нас было больше желаний. Мы можем быть более холодными. Это должно быть так, как будто вы находитесь под водой и вам хочется дышать. И вы открываетесь и говорите, вот какое желание нужно. 10% действий. Вот что должно быть. Посмотрите, чего вам следует избежать. Ого. Пришёл новый парфюм. Рука. Классно. Классно. Супер. Я вас поздравляю. На следующий день звонок. Ты знаешь, я передумал, я не буду расслабить бизнес. И настроение идёт вниз. Оно просто катится ко всем чертям. А дальше, на следующий день. Звонок ещё от такого человека слушает. Он что-то говорил там о парфюмерии. У меня сейчас будет день рождения. Пейсите, пожалуйста, свои вот эти ароматы. Я хочу что-нибудь заказать, много заказать. На тысячи, на пять. У меня большой магазин. Я хочу это сделать. А дальше он перезванивает. И оказывается, что это пустой человек. И каждый день вы будете сталкиваться с вещами, которые вам нравятся и которые вам не нравятся. Которые выкладываются на вашу парадигму преуспевания. И то, что будет, знаете, вопреки того, чтобы двигаться вперёд. Я вам хочу сказать это происходит не только с вами. Это происходит со всеми. Это происходит со всеми. И то же самое произойдёт и на следующий день. И вверх, и внести. И это будет не один день. Не один месяц и не один год. Если ваше процентальное состояние. Или как говорит Людмила Беалов. Ваша процентальная компетенция вашей инвекции. Это будет не управляемый процесс если вы над этим не будете работать. Если вы не будете работать над своим хорошим настроением. Если вы не будете работать над стабильностью в своем отношении к происходящему округу, или, как сказала Соня Ольга Санцовна, гениально, я говорю, я перефразирую, как я это уловил, понял, что нужно отключиться от всего того, что происходит вокруг, не пускайте это к себе, не сконцентрируйтесь на том, что действительно для вас важно, на ваших целях, на вашей мечте, на том, что находится внутри. И это должно выглядеть вот так. Пришел человек, хорошо, отличная новость. Когда к нам приходят люди, вы не становитесь богатыми. Вы не становитесь богатыми, потому что вы получаете 5-6 баллов, 150 рублей. О том, что приходят люди, вы не можете стать богатыми. Вы становитесь богатыми только тогда, когда люди начинают зарабатывать деньги. Ушел человек. Это абсолютно нормально. Потому что если вы входы на несколько злотов, миллион долларов, то тогда, те люди, которые мы приходили, они принимали решения на следующий день. Но так как вход всего лишь несколько сот баллов, так как это несколько тысяч рублей, то люди на следующий день поступают, смогут принять решение не заниматься этим, потому что и в человеке не столь берегом. Это абсолютно нормально. И так далее. Вы работаете вот это абсолютно нейтрально, но с хорошими вибрациями, с положительным отношением к всему тому, что происходит. Весь преувеличение активует другую сторону состояния, внутренней эмоциональной компетентности, потому что впереди будет очень много падений, впереди будет очень много взлотов. Это нужно научиться принимать. Принимать так, как это принимают все люди, которые сохраняют плотно-кровие во всех ситуациях и позволяют их синцентрироваться. Они все время сфокусированы на том, чему они идут. Можете дальше. Что вам следует понять? Это очень важно. Я хочу рассказать это всем спринтерам, всем шпучкам, которые через неделю таблетку бросаешь и в стакан с водой не пошибят, и куда-то исчезают. Всем тем людям, которые пришли сюда на час или на два, или пришли приузлы за пять месяцев или за три. Я хочу рассказать то, как это выглядит на самом деле, чтобы вы это поняли. Потому что вот эта истина. Я не пришел сюда, потому что вам рассказывает что-то такое, что вас впечатлить. Мне лицей понравился, а то, что вам понравилось, вы пока это не знаете, у меня есть цель в сердце к вам истину, довести до вас правду. Вот, смотрите, как это выглядит. Несколько лет назад в августе в одной музыкальной школе было произведено исследование. Преподаватели этого заведения, училища, попросили определить три категории людей, выпускников одного из курсов. И они разделили этих людей на три группы. Первая, это сольные исполнители, они говорили, что у этих людей будет хорошая сольная карьера. Вторая группа, это участники оркестра, они говорили, ну на сольную не тянут, но в группе, в команде, в принципе, отработать смогут. И третья, здесь есть учителя музыки. Вот третья, это были учителя музыки, меня обижает. Я прошу учителей музыки, не так много, они всегда получат, что вы. Это там, это не у нас. И вы знаете, в конечном итоге, в конечном итоге я вам хочу сказать, что преподаватели поставили группу из нескольких десятков людей по трёх категориях. А затем эти исследования провели и второе действие, они просто заменили. Какое количество часов ученики приходили в класс своим ключом, открывали кабинет для практики и тренировались, и тренировались, и тренировались. И оказалось, что первая группа, они появили группу, которая тренировалась от 7 до 10 тысяч часов за все эти годы. Была вторая группа, это те люди, которые от 4 до 7 тысяч часов тренировались. И были ещё люди, которые практиковались в музыке от 1000 часов до 4. Вы удивитесь. Но до 95% этих две группы совпали. Все эти люди, которые преподаватели считали гений, эти люди тренировались 7, 10 тысяч часов в течение всего обучения в музыкальной школе. Вторая группа, это группа, в которой практически всё осталось именно так, может быть, один вверх или вниз свалился, но это то, что, можно сказать, статистика, это люди, которые, это самая большая группа, это те люди, которые тренировались от 4 до 7 тысяч часов. И говорили, что это, да, это талантливые люди, у них ещё не попало, у них есть возможность. И были люди, которым преподаватели считали неудачными. Заметьте, не было ни одного человека, который бы тренировался от 1 тысячи до 4 тысячи часов и оказался бы гейдем, по мнению преподавателя. И не было ни одного турняника, который тренировался от 7 до 10 тысяч часов, который бы оказался учителем музыки, таким человеком, которого они считали, ну, так, между нами говоря, бездарно всё. Вы должны понять, что для того, чтобы что-то освоить, для того, чтобы в чём-то стать мастером, вам требуется время. Неужели вы думаете, что можно выиграть Олимпийский чемпионат и стать Олимпийским чемпионом, потренировавшись 5-10 часов? Что вы думаете, можно провести 5 рандеву, упереться, можно закончить свой список, упереться 100 часов, упереться, и всё? Это полное его право, потому что если вы хотите не успеть, вам нужно время, и это время постепенно меняет вас. И эти исследователи, исследователи, наркотографические, вольфио-практика, скорее всего, что-то рисует в нашей голове. Скорее всего, наш мозг так установлен, что требуется время для того, чтобы адаптироваться к чему-то происходящему. Сейчас, в отличие от того, что присоединился мой 15 лет назад, а я работал свои 10-10 часов, вот и всё. 15 лет назад, за первые 4 месяца, ни от того же, что этот бизнес, ни от того. Я вам хочу сказать, что вы что думаете, что Савадор Каланчев, что я сразу преуспевал, и у него было много конфликтов, и что у Филиппа Альяна, не отстанавливается моим исключением, но она работала так, как никто не знает. Потому что я в той ситуации, в городах, где не было ни светлого, ни газа, ни электричного, ничего, и убывались с этой стаканом воды. И этот человек в этих условиях строил группу. И в тот период времени открыл самую большую квалификацию в своей компании. Первый. Потому что она на свое отработала, и поэтому сейчас, как Мастер, выдаётся легче. Посмотрите на Атриеве с него. На холоду. Как лет пять назад, этот парень приезжал в какие-то события, он сидел где-то в дальнем, я думаю, что мы постоянно на событиях я его видел. Я не знаю, что у меня есть, не была девушка, я не знаю, что я ее видел. Но потом я уже не знаю, как это забыл. А потом мы себя, как мы говорили, очень серьезно. И после этого сделаем, конечно, не после этого, но я вам почувствую, что это совпало. Вы научились салу получать здесь сейчас. Это чемпион этого бизнеса. Это человек, который свои 10-10 часов отарабанит. Кто из вас в последние месяцы, когда каждый день звонил по часу кандидату? Кто? Кто издал? Кто каждый день? Почему вы еще не платите, а вы еще 10-10 часов от еврощей? Ну, каждый день, определенные ребенка, и вы должны понимать, что это то, что вам необходимо проделать, для того, чтобы пройти сюда. И это невозможно сделать за год, это невозможно сделать за мать. 5-7 лет, как в прошлые 3-4 года, для того, чтобы преуспеть. И не отворачивайтесь, не знаете, все люди, которые бросают, это до них вести в виде сталк на миллион людей. Здесь нет ограничения. Это не один человек, раз в 4 года. Это хоть сколько людей, хоть какое-то время время, и пьедестал всегда расширяется на трек. Это ждет только вас. И перейдя огромное количество людей, на которых будут проводиться, перейдя огромное количество президентов, которые будут получать значки, получать поршень и так далее. Это все зависит от вашего решения и действия. Я вам хочу сказать, что, если говорить об национальной компетентности, я вам хочу показать одну вещь. И это сравниваем все время с картами. Кто из вас знает, что такое карта? Кто? Кто играл в катанскарты, да? Кто из вас знает, что такое карта, вы знаете 54, и вы берете одну, это хороший кандидат. Классно, но это король. Он сомневается, ему надо убежать, он хочет. Вы берете следующее, и это надо. Она вам высасывает мозги, она вам о чем-то говорит. И следующее, это валет. Вам кажется, надо уже уйти, надо уже бросить. Но проходит момент, проходит ситуация, и вдруг вы находитесь, вот он, вот. Это может быть 50-е. Последние 4, ну замужем 30-е. Лежать уже в самом конце. В самом конце. Может быть, теперь вы не с вами увидите, и вы удерживаете вторую, третью. Нет, как ли вы? Вы просто встречаетесь с семьей, вы даете возможность. Каждый раз, когда я иду на встречу, я думаю, чем я могу помочь этому человеку принести. Я не думаю, как сыграть белые деньги. Я не думаю, что мне нужно срочно согласить квалификацию. Я сажусь на встречу, и первое, что я говорю, я пришлюсь дальше, чтобы понять, могу ли я вам чем-то помочь в плане увеличения законов. И иногда я не могу, потому что человек не хочет, а я на вопрос. Я говорю, что вот так это и происходит. Вы просто перебрасываете колоду пар. Одно за другой, одно за другой, и вы находитесь, где вам это нужно. А затем вы начинаете инвестироваться в жизнь в этих людей. Потому что, как я вам сказал, потому что человек придет, ничего не меняется. Вам нужно жить жизнью этих людей, точно так же, как и либо, а я живу в нашей жизни. Точно так же, как и любой визит, который сейчас ее сливает. Вот каждый раз, знаете, можно заходить на людям. В его сердце живут какие-то глаза, чьи-то цели. Тоже, что он понимает, что это нужно сделать вместе с таким человеком. И это и есть цель его жизни. Это и есть то, что поможет ему преуспеть. И это никогда не бывает, когда вы просто перекидываете одну карту. И вот что еще вам следует делать. Посмотрите, это три простые вещи. Это базар. Начинайте пользоваться продукцией. Второе. И куда надо этого не выделать. Посещать события. Гениально. Шизопремия Александра. Это потрясающе. Одна из разновидностей, либо степени, я не помню, как я запомнил. Шизопремия – это то, когда человек делает одни и те же действия, но рассчитывает на то, что получится в итоге какой-то другой результат. Друзья, надо меняться. И это будет консанта. Используйтесь продукцией, чтобы постоянно проводить встречу. Постоянно. И для того, чтобы не длина с этой встречи уезжала, нам нужно обязательно посещать события. И вот сейчас мы подойдем к одному еще важному моменту. Вот что? Еще. Как преуспеть ЛР? Как преуспеть ЛР? То, что вам нужно делать – это перекладывать одну карту с другой. Вам нужно это делать много дней. Много месяцев. Так же, как сделали все те люди, которые достигают успеха. Никому из них он не пришел просто так. И если вы узнаете историю Филиппроверга, вы узнаете историю человека, который в первые месяца ничего не зарабатывало, первые годы у него не было великого успеха. И если вы узнаете историю Томаса Киоса, Пафика Кионика, если вы узнаете стилю Фольгера, Куна Тали, ну, вы и другие людей, Ихана Томана, которая преуспеть была, это история большой и серьезной работы. Но это работа велась не только среди, но это работа, которая велась внутри. Это огромное желание. Это огромное желание преуспеть. Это не из-за огромного желания преуспеть этой жизни. Зайдите в свой дом, в свою квартиру, как есть ли они у вас хорошие. Посмотрите на эти серые стены, что хотите как жить для отца жизни. Вы хотите передать своим детям свою самую жаркую квартиру, чтобы они так жили. Вы хотите передать эти страхи, вот это переживание, вот эти вот несутные ночи по поводу каких-то галочей. Что вы хотите передать своим детям? Покажите им личный пример, хватит болтать. Станьте тебе любимый, который сменит жизнь своего рода. У вас есть шанс, веление шанса, зеленый поездок. Все эти люди, которые селены в первых летах, бросили все, отказались от очень многого и начали действовать. Безумно много действий. И как вы успеете? Вам на этот вопрос нужно отвечать каждый день. И хорошо, у нас есть события, у нас есть мероприятия. Я хочу сказать, что есть люди, которые нам показали в самом начале здесь, в России. Пятый месяц квалификации золотых лейтенов в организации. Абсолютный рекорд ИЛМ. Абханя. Первые же месяцы компании этого не было нигде и никто. Не делал такого до этого. И это номер один в России. Велико Аленор. Это те люди, которые нам показали это. Разные рейтинги можно посчитать по-разному. Но для нас, для нашей команды, от лица всех тех партнеров, с которыми мы работаем, я сейчас хочу сказать спасибо. Я знаю, что сейчас этих людей будут поздравлять, и они тоже об этом знают. Это просто фантастика, что они сделали. Получили дробой функции. Хочу сказать спасибо своему оттору, колонавирусу, который я осознел эту возможность. Спасибо каждому оттору, который помогает нам развиваться в этом бизнесе. И, конечно, нашим руководителям. Посмотрите на этих людей. Посмотрите на тех людей, которые работают каждый день. На благо нашей компании. И, естественно, тут у нас участвовано. Все, спасибо. Я вас обожаю. Попробуем. Дайте, пожалуйста, спасибо. 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 Спасибо.